привет привет рада видеть вас на своем канале меня зовут Надя и в этом видео я хочу связать подвесную корзинку капельку из джута и джутового каната мне потребуется джутовый канат у меня изначально это канат 6 миллиметров из Leroy я его постирала потому что он вонял машинным маслом это очень дешевый канат и вот после стирки он стал приблизительно 10 миллиметров вот здесь будет картинка как выглядит обложка этого каната также мне потребуется шпагат шпагат у меня канцелярский я беру его в две нити у меня вот такая бобина все никак не закончится опять же вот здесь будет картинка как выглядит изначально бобина и этикетка этого шпагата а вязать я буду крючком номер 5 и так складываю шпагат в две нити одну нить я беру из центра другую беру с края своей бобины делаю кольцо амигуруми в два витка просто обматываю пальцы по часовой стрелке рабочей ниткой вставляю крючок в кольцо подхватываю нить вывожу ее делаю первую подъемную петлю эту петлю я не буду считать в числе всех своих столбиков остальных делаю еще в это кольцо 8 столбиков без накида кольцо подхватываю 1 2 3 4 5 6 7 8 теперь считаем вот эти косички 1 2 3 4 5 6 7 8 их 8 все верно колечко затягиваю сначала затягиваю одно кольцо помните у меня там было два витка затем второе так просто будет тоже со второго ряда я буду вкладывать канат вязание но для начала нужно постричь его кончик лесенкой отрезаю одну нить у меня канат трехниточный поэтому здесь я всего вот две нити отрезаю и отрезаю вторую нить на немного другом расстоянии вот получается такая лесенка и мой канат имеет плавное истончение если у вас кончик такой махнушкой то еще возьмите обычные нитки вот так вот его смотайте и потом все это скроется в вашем вязании просто будет удобнее обвязывать кладу канат к своему вязанию и беру рабочую нитку хвостик и канат я буду ввязывать во второй ряд во втором ряду делаю просто все петли удваиваю все петли то есть если у меня было в первом ряду 8 косичек то во втором ряду в каждую из этих косичек я просто свяжу по 2 петли получится 16 петель вставляю крючок под обе дужки косички вот так подхватываю рабочую нитку делаю столбик без накида в эту же точку делаю второй столбик без накида в следующую точку опять два столбика без накида ну и так до конца ряда здесь я воспользуюсь еще маркером и повешу маркер на начало своего второго ряда вот оно вот так число петель в этом ряду будет равно 16 вот хвостик скрылся можно продолжать довязывать этот ряд до конца по завершению ряда опять пересчитывайте косички начинайте с маркера у меня их 16 все правильно в следующем ряду у меня появится одиночная петля между прибавками то есть схема будет такая 1 петля 2 петли 1 петля 2 петли повторяем это 8 раз и число петель в третьем ряду будет равно 24 1 петля вешаю на нее опять маркер дальше идет 2 петли в одну точку или прибавка 1 и 2 петли и вторая петля 2 опять 1 петля и опять 2 петли 8 раз до конца ряда итак третий ряд готов пересчитываем опять косички начинаем с фиолетовые их будет 24 следующий ряд 4 и число петель в четвертом ряду будет равно 32 а схема будет такая прибавка 2 петли в одну точку и дальше два раза по одинарной петле смотрите просто увеличивается количество одинарных петель между прибавками если в третьем это была одна петля в четвертом это будет 2 петли в пятом это будет 3 петли и так далее сначала начинаю с двух петель в одну точку раз и в эту же точку вторую петлю давайте я переставлю маркер на первую из этих двух петель она обозначала у меня начало ряда дальше по одной петле в каждую точку 2 раз 1 и 2 снова 2 петли в одну точку 1 и 2 и снова 2 раза по одной петле 1 и 2 повторяю так до конца ряда 4 ряд я закончила число петель в круге должно быть 32 и если пересчитать вот эти косички начинать надо с желтой то их тоже будет 32 пятый ряд и формула пятого ряда это 3 одинарных петли и дальше петля с прибавкой то есть 2 петли в одну точку 2 и дальше петля с прибавкой 2 петли в одну точку 1 и 2 повторяется это 8 раз по кругу кстати давайте опять повесим маркер на первую из этих петель вот так опять 3 одинарных двойная 3 одинарных двойная так 8 раз число петель в этом ряду будет равно 40 и точно так же число косичек которые вы будете считать для проверки себя тоже будет равно 40 ну и так далее с каждым рядом просто будет увеличиваться вот это одинарное число петель то есть в шестом ряду это 4 одинарных петли в седьмом ряду это 5 одинарных петель в восьмом ряду это 6 одинарных петель то есть номер ряда минус 2 вы получаете ваше число одинарных петель между прибавками и повторяем 8 раз видите моя корзиночка она уже складывается форму шапочки потому что обычно круг из джута и джутового каната ложится в круг на 10 петлях а вот когда вы вяжете на 8 петлях то есть вначале мы набирали 8 он получается такой формой шапочки капельки если у вас все равно получается плоский круг то просто подтягивайте канат и задавайте канатом свою немножечко такую выпуклую форму чтобы у вас донышко было тоже такое вот видите выпуклое и вяжем так на нужную мне или вам размер донышка я связала 7 рядов с прибавками по кругу в последнем ряду у меня 56 петель 56 косичек и восьмой ряд я вяжу без прибавок без убавок по одной петле в каждую точку то есть фактически я уже перехожу с донышка на вязание стеночек но здесь будет такой плавный переход явно его не будет видно вешаю маркер на первую петлю восьмого ряда для того чтобы мне каждый раз не запутаться где у меня начало ряда так как я вяжу по спирали вяжу один ряд по кругу по одной петле в каждую точку в следующем ряду в девятом я начну формировать вот в этой точке там где у меня начало и конец рядов уголочек для своей подвесной корзинки вот здесь в эту точку вяжу просто 3 петли 3 столбика без накида 1 2 и 3 а остальные петли провязываю по одной петле в каждую точку опять по кругу до конца ряда остановиться нужно будет перед вот этими тремя петлями вот здесь вот в этой точке нужно будет остановиться таким образом я увеличу число петель на 2 и так связала я в этом ряду по одной петле в каждую точку и прибавила в этом ряду я 2 петли таким образом число моих петель стало 58 это четное число петель мне четное не нужно мне нужно нечетное поэтому смотрите что я сделаю я начинаю опять следующий ряд дохожу до 3 из прибавочных которые образуют у меня уголочек сюда до 2 конечно до центральной из тех которые образуют у меня уголочек сюда опять делаю 3 петли 1 2 3 получается я опять прибавила 2 петли и мне нужно одну петлю убавить дальше я просто начинаю вязать и считаю по одной петле в каждую точку я вяжу 1 и когда я досчитаю до 29 петли 29 и 30 петлю я просто свяжу вместе вот дальше у меня 29 и 30 петля 29 и 30 их провязываю вместе это получается у меня центральная петля она лежит точно на противоположной стороне от моего уголочка ну и дальше довязываю этот ряд опять по одной петле в каждую точку вот до начала уголка вот до этой петли в следующем ряду я продолжу формировать свой уголочек и также начну делать убавки я буду делать по 6 равномерных убавок снова вяжу до центральной петли уголочка в центральную петлю я делаю 3 для контроля себя можете пересчитать петли в этом ряду их должно быть 59 вот этих косичек должно быть 59 и так в следующем ряду мне нужно сделать убавки и мне нужно убавить 6 петель для этого я делаю разметку маркерами я отсчитываю вот от этой точки я не беру во внимание уголочек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 на 9 вешаю маркер здесь точно также отсчитываю вот от этой точки уголочек не беру во внимание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и вешаю опять маркер дальше маркер и следующую за ним петлю я провязываю вместе 1 2 3 4 5 5 6 7 8 дальше маркер и следующую за ним петлю я провязываю вместе 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 2 2 вместе и дальше считаю считаю 6 петель 1 2 не забываю немножко подтягивать канат внутри 3 4 4 5 5 6 5 5 5 6 7 8 петлю провязываю вместе 1 2 1 2 их вместе опять считаю 6 петель 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 и 7 8 петель 1 2 2 их вместе 3 4 5 6 7 и 8 петлю опять провязываю вместе 1 2 так вот сейчас мы сделали 3 прибавки в этом ряду 1 2 3 мне нужно сделать 6 я продолжаю считать так 6 петель вместе 6 петель вместе и последняя убавка мы делаем убавки конечно в этом ряду у меня придется на маркер и всего у меня должно быть 6 убавок в этом ряду последняя убавка у меня как раз она приходится на петлю с маркером 1 2 и дальше довязываю этот ряд по одной петле в каждую точку 1 2 3 4 5 6 снова дохожу до уголочка в уголочек делаю 3 петли 1 2 3 в следующем ряду опять делаю разметку снова отсчитываю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 петель на девятую вешаю маркер и с другой стороны тоже помните что уголочек мы не берем во внимание считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и опять на девятую вешаю маркер и начинаю вязать точно так же как предыдущие ряды по одной петле до маркера по одному столбику без накида 1 2 9 и 10 петлю то есть петлю с маркером и петлю за ней я провязываю вместе и дальше начинаю считать считаю 1 2 3 4 5 6 петлю провязываю вместе 1 2 и дальше снова 4 петли 5 6 вместе повторяю так до второго маркера последняя петля которую мы провязываем вместе должна прийтись во второй маркер и всего в этом ряду мы сделаем 7 убавок то есть вот смотрите 1 сделана 2 сделана и значит еще мне нужно повторить вот это чередование 4 петли дальше 2 вместе еще 5 раз и вот она последняя убавка у меня в этом ряду 1 2 и все это вместе провязываю довязываю ряд до конца в этом ряду я дохожу до уголочка и здесь на самом деле не делаю 3 петли мне остается сделать лишь петельку и завершить свое вязание смотрите петельку я буду делать из каната можно просто вытащить канат и дальше продолжить вязать и оставить канат не обвязанным я же хочу еще обвязать канат шпагатом просто вот вставляю за канат крючок и вот так по одной петле чтобы было плотно я обвязываю этот канат ну как бы на ту высоту петельки которая мне кажется достаточно вот смотрите связала я петельку дальше в эту же точку куда мы обычно делали 3 петли видите здесь сейчас у меня лишь одна петля выходит из этой точки сюда делаю вторую петлю третью уже не делаю и начинаю вязать новый ряд следующий ряд будет у меня последний опять вешаю маркер слева на девятую петлю и делаю почти все то же самое снова вяжу по одному столбику петлю с маркером и следующую петлю провязываю вместе то есть делаю убавку и дальше я считаю раз два три четвертую и пятую провязываю вместе и чередую так в этом ряду опять итак доделала я убавки в этом ряду ну где-то примерно в эту же точку нужно и закончить всего убавок 7 первая была здесь последняя здесь и между ними еще 5 убавок дальше канат нужно будет обрезать смотрите как я обрезаю канат я прикладываю его до начала петельки канат у меня трехниточный я его буду опять-таки обрезать лесенкой обрезаю одну нить раскручиваю так обрезаю вторую нить тоже раскручиваю и где-то здесь вот обрезаю третью нить таким образом канат мой станет плавно тоньше и соответственно ряд мой тоже плавно станет ниже скручиваю канат обратно и довязываю этот ряд по одному столбику без накида внутри не забываю прокладывать канат подтягиваю канат чтобы не было проплешин а и и еще я проложу ряд из соединительных петель 1 столбик пропускаю вставляю крючок в следующий столбик под обе дужки подхватываю открытую петлю вывожу ее подтягиваю все хорошо завожу крючок вот так подхватываю рабочую нитку и начинаю делать ряд из соединительных петель этот ряд я делаю в направлении в противоположном направлении вязания вот так и так прохожусь по краю своей корзиночки последнюю петельку тоже провязываю обвязала я ручку соединительными петлями вытаскиваю нить обрезаю так и здесь соединяю этот ряд вставляю крючок под первую самую соединительную петлю под обе дужки подхватываю хвостик вывожу нитку и затем с изнаночной стороны завожу вот так и в последнюю соединительную петлю снова подхватываю хвостик снова вывожу нитку это кстати получается единственный хвостик в этой корзинке который нужно спрятать и дальше прячу хвостик уже в рядах вставляю крючок и увожу наизнанку в ряды этот хвостик сантиметров 5 и будет достаточно он уже никуда не денется и вот какая корзинка капелька у меня получается она достаточно небольшая смотрите какая красивая форма ее можно повесить вот за эту петельку например где-нибудь на кухне или наоборот в коридоре где у вас есть какие-то вешалки просто вешаете за петельку давайте ее измерим так ну допустим вот длина отверстия получается 18 сантиметров не знаю давайте бок как-нибудь еще измерим ну где-то 12 сантиметров она в высоту радиус тоже приблизительно 15 сантиметров такая небольшая уютная корзиночка у меня получилась если вам понравилось это видео если оно оказалось для вас полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие мастер-классы пока-пока дошло за и подпишитесь на канал